спасибо за исполненный заказ отдельно большая благодарность за щедрые подарки косточек семян вишни груши слива а вы думаете такое этот самый щедрый подарок вы думаете такой бескорыстный вот я сейчас каждую посылку почти в каждую кладу в качестве подарка 20 семечек вот зайдет 15 18 и на следующий год у меня груш много и они так хорошо у груш есть одна особенность то что конечно я калечу отрезал одну ветку выросло 3 а специалисты этого не знают отрезая ветку они приезжают причем неважно если вы отрежете и оставляя вот такие вот вот такие вот 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 пенечек да вот и получите три от двух до четырех в среднем три на следующий год 9 потом 27 они этого не знают но некоторые говорят ой вы знаете может за это лустица такие знаете умные отрезайте целиком получается на скелетных ветках на штамбе страшная рана когда целиком если человек уже думает что все он проведил грушу все равно вылезут еще и больше вылезут какие не специалисты если 23 года последить не могут за деревом правильно когда начинаешь спорта куча я же читал возможно быть письменная материал быть ошибкой у нас все садоводство одна страшная ошибка и тогда я когда используют этот прием вот у меня на этих грушах на многих от 50 до 150 до 200 веток вырастает за несколько лет пока не относительно молодые же 57 лет вот я могу что сделать я могу делать щедрые подарки с условием чтобы потом также сливы вот с условием потом куда вы денетесь вы закажете у меня черенки вот и вся моя щедрость ну еще я есть люди которым я дарю вот я сейчас тысячу косточек выслал дочки царство его небеса значит ладенкова дочки пусть это 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 моя помощь человеку которого это ну как сказать одной крови с моим лучшим другом царство небеса ладенкова что вы думаете а деньги слабо брать слушайте идем дальше все придется ко двору все пойдет по статификации часть заказал раньше вишни с генами черешни они на первый год не взошли внимание на второй год зашли но не на сто процентов но все-таки не теряйте когда первый год исходит не теряйте надежно теперь попробую варяться от этих концов погребе где результаты были намного успешнее о хороша брошюра где очень доходчиво для передачи другим изложена ваши главные постулаты по вашей уникальной технологии вот хоть один похвалил вот она 100 рублевая выращивание сальцев из косточек дальнейшая рекомендация по работе с проклянулись все первогодками и далее на дальнейшие годы вот это вот ценнейшая брошюра вот я в месяцах продаю и то навязываю аж до пяти штук я навязываю кому-то бывают люди которым трудно отказаться я ему подарил то 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 купите мне за 100 рублей брошюру вот и некоторые согласят некоторые говорят нет а некоторые могут соглашаться и присылать лишнюю сотню вот так выкручиваясь вот а вы посмотрите еще раз доходчиво просто для передачи другим изложены главные постулаты по вашей уникальной технологии выращивание сальцев из косточки дальнейшие рекомендации здоровья дальнейших достижений радость вам вашим ученикам с уважением александр шиш марио так это я это как так это это сейчас у нас если бы не потеряли время лада пропускаю пока вот это я не могу пропустить нет отдельный фильм сделаю вот это невероятнейшая дурь подлость предательство по отношению к одиннадцатиклассникам невероятнейшая глупость несусветнейшая дурь из дури и скажите мне вот это все это невероятно это сделать людей тупыми вот пока сидят уже кто-то геморрой зарабатывает а у кого яички перегреваются от бесконечного сидения еще не могут мужчинами вырасти знаете об этом нет ужас только я сейчас не буду расшифровывать когда вот это значит что я у себя однажды я включаю даже не компьютер телефон передо мной слова не положили персику косточки ага думаю наверное это ватсапе открывай ватсап нету это кому я должен персиков кому я не доложил а сейчас у меня душа болит что кто-то думает что я не ответил как получилось то когда я полностью открыл телефон там это фраза нет ни она не приснилась а вот это для девочек вот это было для мальчиков у нас в классе это несколько девочек очень любили поэзию невероятную литературу и поэзию они прям для вы не могли стихи читать с утра до ночи причем математики физики в химии извините они были тупые невероятно то есть они 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 вообще не воспринимали просто не воспринимали поняли вот у нас было так сложилось три мальчика я еще два бы их друга это все на 30 человек у нас три человека понимали что такое математика физика химия и так далее 3 нас троих так троим и отправляли найти на так называемые школьные олимпиады межшкольные городские олимпиады а больше никто ничего не понимал мальчики ничего не понимали зубри зубрили вот столько теорем зачем у него это было надо если по них мозги бы тренировали как допустим шахматы чтобы выиграть надо думать а тут не надо думать тут надо вызвать и забыть хорош вот и все и мальчиками надо было а девочкам особенно а мальчикам у них еще яички перегревается пока заканчивает одиннадцатый класс уже полноценных мужчин среди них нет у них очень низкий уровень этого самого мужских гормонов а никто это не знает такое описание или не придает этому значения тогда что там делают девочки а это знаете как получилось а получилось следующее одиннадцатый класс я бы не знал что вот этот дурь преподается в нем сам классе я-то десятку десятилетку качал да я качал десятилетия а получилось так что когда у нас всех изолировали и началось детенционное обучение и центральное телевидение этого лишь момент ребята центральное телевидение начала показывать транслировать чтобы люди ребенок мог сидя дома в одиннадцатиклассник должен был вот это изучить когда я вот это вот прослушал вот это вот вот этот ужас вот это вот мне стало плохо из-за мальчиков из-за девочек вы представляете я помню чудное мгновение передо мной явилась ты не вот это вот на экране как мимолетное видение как день и чистой красоты а теперь возьмите разложите блять это на это самое на двухсложное трехсложное я уж не знаю как это вот это все и в это время портится организм больше ничего появляется ненависть ко всему кто из этого кто вот это все изучил кто из них полюбится этого самого фета ну кто фета раскладывать будете вот когда появился одиннадцатый класс надо было наполнить его его наполнили всякой дурью если если раньше я показывал там это помните это самое у человека нет души доказал этот самый наш гений этот вот только потому что от утока у него лапки дергались у не у человека нет он может быть и с трупами пробовал током бить это я не помню а лягушек лапки дергались до у сеченого сеченого доказал уже людей не от души ну ладно это в тех учебниках 30 40 лет назад дури хватало но вот появился одиннадцатый класс его надо было чем-то заполнить 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 а вот это вот зачем девочкам надо это 5 11 класс только теперь уже читает мужчину очень грамот вот сможет хоть одна девочка по телевизору понять вот это но одна из сотни ладно 99 им это надо оказывается это сейчас сегодня в эти годы два-три последние года это оказывается девочки учат а она им надо а знать еще девочкам надо уже слова домоводства на родине не знаю даже или больше надо борщи уметь готовить я вспоминаю знаете как это со мной напротив наискосок носит жил володя у него положено а уже не было . ну может не его родная . ну жена его пола . и вот эту 20-летнюю особу я отвозил город несколько раз ну константинович прихвати они там на даче крутится лето вот муж женой а я на я . и вот это вот совершенно красивая девушка невероятная такие на подиуме только бывает и вот она сидит рядом со мной у нее для ничего ноги она с трудом пытается короткую юбку натянуть до колен рядом сидите неудобно и вот я везу ее города и она говорит муж из армии завтра или там через неделю возвращается вот мне как она свекров да свекров будет учить больше варить такая тоска какая тоска но это понятно она не создана для борщи она нами не создана для семейной жизни для обычной но вот если бы уже к этому времени и 20 лет я ваша школа бы научила перемать детей чтобы дети дети отказались от этих от подгузников и от памперсов особенно мальчики девочка можно мальчиком нельзя вот еще одно-два поколения они уже сейчас не ничего не могут прямом смысле не могут вы поняли о чем речь идет а что подражаю по словам не могут многие не могут уже на большинство не могут они уже не знают что такое настоящий мужчина который на себя ответственность берет за семью за родину одиннадцатый класс мужчины конечно же спорт конечно же это самое мозги развивать конечно чтобы поступать выше на видение на инженеров ну да это может это и надо ну девушка оставьте их покоя пусть они в одиннадцатом классе учат пеленать детей учат значит останавливать кровь докладывать шины пусть учат и просто это самое как сказать современная девушка много должна дать и зарплату можно посчитать но уже без этих дробей много чего нужно на какой черт вот это вот взяли слепили и до сих пор этого никто не видит это не надо девочкам это потерянный год и сейчас это выдумывать все новые эти самые что новая 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 программа не от меня старой вот я высказался ну ну представляете девочка смотрит телевизор одиннадцатый класс урок оно ей надо так у нас время заканчивается так значит про косточки достаем оттуда косточку садим что вырастает я вырос специально 100 граммовые абрикосы так вот чтобы показать вам косточку не смотрите нет полюбуйтесь конечно на мою дочку духовную елена сану савельевич но в данном случае а вот так сделаю чтоб не отвлекали и на нем можно любоваться и на вот этих вот самое любоваться на эти плоды что вырастет из этой косточки а я вам скажу что совершенно культурный абрикос почему потому что я съездил пианисту своему другу у которого еще раз в саду растут позднее филиппева автор филиппев вот как академик не автор как производитель железов королевский железов еще два сорта происходили не знаю но тоже крупноплодные и того пять сортов так я у него забрал попросил значит а его все равно торговать ими не несил ничего плодами прекрасно вот пусть лежат сгниют тогда возьму и забрал его заплатил так а почему это альтернатива моим у меня правильно сказали эти девочки до меня девочки ну на самом деле серьезные женщины дамы выпустив с этим язык и у железова дички и жердели вырастут потому что они сад смешанный ну действительно маджулис академика этого королевский раскошный королевский ополит создать а хрен узнать я не боюсь что вырастет дичок этого не будет но вот такие красавцы как на руке уже не будет на поменьше буду но с другой стороны все манджурцы у меня лучше чем это родительское дерево это компенсирует компенсирует но берем сад пианиста он по профессии пианист я ему такой присвоил как бы сказать это сад засекречен будем считать что это порой пианист почему засекречен а нехрен там шарится кому попало так вот получается следующее до предела видимости нет ни одного манджурца ни одного дикаря не этого даже полу культурного два родителя культурных но тогда получается откуда морозостойкость у меня там это то есть вот вот казалось бы недостаток у железово смешанный сад у железово уссурийские то есть манджурские абрикосы чуть ли не дикари вырастут у железово дикари а здесь то чего грозит то у них морозостойкость они то ну тогда разделим опять страну на 2 юг и север а еще можно на запад и на восток чем устойче тем холоднее а до якутии а потом опять потепление начинается но это уже в эту самую лесу эту климатология сейчас не буду так вот почему бы почему нет например из этого сада жителям южных вспомним же этого самого астраханса вспомнить человека который к этому саму в ростовской области не нашел ни одного прикоса это что такое ну там то можно не бояться что вот эти вот замерзнут даже сегодня второй родитель культурный поняли к чему я клоню ну ладно я это астраханса вышли вот эти не позоришь же мне и сада пианисты не не только и другие вышли и под войну школьского не будет приводит все равно сверх оплаты и знаете какой вредный он сказал мне надо мне дикари я не буду приводит а я вышлю сверх плана то есть вышлю подарок и пусть покрутится крышу снесет будет такой же приводчик как я ну что друзья наверное все равно два часа прошло учитывая перерыв вот знаете но вот это вот поработаю в следующий раз человек посадил грушу груша дохлая такое стыдно изувечил штаб видите но в качестве положительного не то что вот смотрите мол слушайте внимательно читайте мою статью иначе у вас будет больной несчастная груша не и вы не поэтому здесь снимок разместили это для них здоровая груша она через год он умрет а все симптомы на лицо и тут же нас учат как правильно а мы это будем проходить почему среди абсолютно полезных советов да есть просто глупые советы а если смертельные советы надо проходить я считаю надо давайте еще анонс назовем это анонс довести борьбу с важнейшим ценнейшим смолой под названием живица под названием кометь до такого состояния чтобы так и и ненавидеть которая вылечила дерево уже вылечила что вырезать все вы понимаете что он натворил и вот этот роман константина учит нас он кометь залечивает дерево андера лечится сами ночево их не было бы на планете я должен об этом говорить мне опять вот говорить что ты только ругаешь ругаешь а кто это будет делать вместо меня ведь и уж потом что делают дальше идут к эти как и называется комментарии спасибо научил родной спасибо большинство деревьев рано или поздно комедию начинает зарастать а куда деваться кругом чем севернее тем больше по этих морозобой дерево себе лечит спасает у меня в деревьях этой комедии но они живы а если бы я вот так лезу ну что творите то кто лезет ученики в учителя еще одна глупость потом подробнее а это уже учеба статификация статификация скажите я имею право учить статификация железу закладка косточек слив 15 января результат ну пожалуйста хочет не хочет заставлю зайти все теперь значит это а три персика хасанский еще пару слов про племянницу который я приобрел три персика у вас прекрасный я ничего тут не добавлял себя в общем работать доволен на следующий год хотел бы сделать акцент на грушах и сливах а теперь можете ли вы после черенки летних осенних зимних груш по два сорта грушу как у меня с грушами с черенками самое благоприятное именно потому что именно груши тронет только а я трогаю специально загущается загущается это меня спасает от голода и не только меня понимаете загущается эти специалисты не знают когда колеси груш чтобы осветлить а я и загущаю и теперь у меня черенков а вы хотите два летних черенки летних будут осенних будут зимних будут семена груша уссорийской сварок за все очень хорошо вот почему он у меня заказал черенки вот черносливенгерка тоже нужны черенки сливки так вот тут я удивился у меня редко редко я каждый год в ноябре декабре срезаю ну 10-20 черенков в китай как раз на желтого китай как фиолетового китай как раз на сене вот и вы знаете за зиму по десятку черенков берут зачем берут не объясняют я представляю серьезно у человека не каждый даже передо мной душу открывает не каждый вот вот просто думает а вот сейчас превью может быть на терна сливу на какую-то другую сливу и получу свой уникальный ассортимент то есть у меня будут много-много кончик своих вот и тогда значит этот человек имеет большие перспективы уже как селекционер вот это кого-то такого дрался все ходила это ой вот она вот это было снято 28 августа месяц назад вот эти шелковицы у нее еще две купили добавили еще это ко мне приятельность который уже заказал косточки уже заказал два персика вот и не спрашивая разрешение заплатил за два персика теперь заплатил за два вот этих самых шелковицы на нас сейчас повыше все-таки месяц еще прошел вот а мы должны были еще год растить такой мощный такой был но заплатил заплатил выкопаем отправим в принципе он тоже правда ничего потерять что есть то есть это все-таки уникальный шелковицы вот и тогда я еще я специально мельниковой разговаривал сегодня я говорю Юлия Сергеевна что у тебя еще есть ну еще несколько персиков есть несколько у нее заказывает но только деньги она не торопится брать мало ли вот ну что-то заказывает что-то оплатит что-то раздумает есть несколько этих самых мальчурских орехов несколько еще этих самых я уже цифры не помню она говорила несколько шелковиц вот таких только чуть повыше стали несколько 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 у нее даже мы с Сенькой выкопали пересадили на продажу три штуки вегела розовой тоже хорошо бы ребенок заработал на вегеле розовой три саженца есть это ее сын Сенька так потом еще что у нее есть но все что у нее есть несколько персиков несколько шелковиц несколько а еще раз значит несколько персиков несколько шелковиц несколько Маджурских орехов А и вот наконец Несколько А нет, по-моему уже все обещаны Вот это Маджурский Непримитый абрикос Большая часть Из них сеянцы, то есть выросли сами Это самое ценное Все ребята, вот ее телефон Попробуйте что-то еще Вы соберите с нее в виде посылок Лучше бы кто-то приехал на месте Купил, это кто-то ближе живет Чем возиться с посылками Не с ее здоровьем Возиться много раз Дальше, деньги по этому телефону Не высылайте, мы все так решили Железам больше доверяют Пусть приходят мне, а я уж ее не обману Ну и в общем Получается Тема еще детская Очень детская тема Стоит о ней поговорить Это у меня нормальный ребенок Вы поверите, что это все ребенок собрал Сегодня у меня Тимушка поленился Собрал всего одно ведро А Сенька пять ведер Тимушка сто рублей заработал А Сенька пятьсот рублей заработал Я их приучаю к работе Причем не я их заставляю Они мне просят Почувствовали, что что-то можно купить Люди из небогатых семей Вот так вот А это вообще рекордсмен Пятилетний рекордсмен Наверное, самый удачливый садовод Из детей в России Вы тут фильм видели Когда мы венгерку снимали Это такой потешный ребенок Потешный фильм Все это со смехом Посмотрите, как она пальцы гнет А тут еще Это еще маленькая часть Большая часть на земле лежит Вы в фильме видели Вот это нормальный садовод А вот результат Вот он Пожалуйста Ну все Тема детей отдельная тема Будем мы заканчивать разговор Вот она формировка Открывают страшный секрет Во-первых, половины уже нету Тут из-за яблок не видно было дерево Помните фильмы? Половины нету А во-вторых, вы что думаете? Я это дерево формировал? А мне больше делать нечего Я просто дождался урожая Все Привет Это уже у нас Алтай И давайте До следующего раза Но Посмотрите на это чудо 3-4 месяца абрикосов Вот есть места для них Ну не растет она В Ростовской области Ну пусть не растет Если есть объективные причины Не растет Я пример приводил Не растет, допустим На Каспии В Астраханской области Ну пусть не растет Там правда не хочет расти Ну что у нас места мало что ли? Алтай с его горами Тут могли не тысячи расти Миллионы Если бы кому-то это было надо Вы четко выделили Это пишет Шишмарев Особенность персика Астраханского У него глубинная Стерневая корневая система Это значит Персик достает С глубины Минеральные соединения Другие вещества Все, не будем тут вникать Потому что это серьезное письмо Очень серьезное Вот человек Видите, как разбирается Вот, все Заканчиваем разговор Сейчас мы с вами Передрисуем сами себя Ого Мы передрисуем сами себя Вот сюда И сделаем пятиминутный перерыв Так, ну все, друзья Я пошел на кухню Часть Мы зрителей отпугнули Сегодня По полчаса не могли Настроить Это все Это все благодаря Переезду на Рутуб Осваиваем Новую технику Я на кухню Подождем пять минут Еще полчаса пообщаемся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok